103. Этот номер знает каждый наизусть с самого детства. Они спасают тысячи жизней и придут на помощь каждому. Стоит только позвонить. С самого утра в 11-й подстанции скорой медицинской помощи работа кипит. Начался первый рабочий день со дня открытия. Бригада 1170. На вызов 1170. Быть первыми в их профессии – главная задача, поэтому работа в команде здесь важна как никогда. Пациент звонит на 103. Вызов поступает в общую диспетчерскую по всему городу, откуда вызов посылают на любую из подстанций города Минска. Запрашивает сотрудник 103 и уже визит с определенным поводом. Болит живот, сыпь, резкое ухудшение состояния, тяжело дышать. Уже приходит именно к нам на подстанцию. От этого мы можем сориентироваться, какую бригаду посылать на вызов. У бригады скорой помощи каждая минута на счету доехать до пациента нужно всего за 15 минут, ведь малейшее опоздание может стоить чьей-либо жизни. Здравствуйте, скорая? Владимир Демиш работает в скорой уже около 10 лет. О том, что такое бороться за жизнь, он знает не понаслышке. Порой многое может решить даже доля секунды, поэтому важно, чтобы все необходимое было всегда под рукой. Перед заступлением на смену мы получаем необходимые вещи, донометр, глюкометр, пульсоксиметр и пеналы с ампулами с неодействующими веществами, которые нам необходимы в каких-то острых, серьезных случаях. И для работы в течение смены все необходимое, все препараты, вещества у нас имеются. По мере того, как мы их используем. Надо поменять ампулу морфина. Был инфаркт. Давайте, пожалуйста, не списать, поменяйте ампулку. Однако такая работа требует не только хорошей физической подготовки и сноровки, но и стальных нервов. По словам врача, порой приходится видеть такое, что кровь стынет в жилах. Одно из самых шокирующих. Мы приехали на визит, там была смерть молодой девушки. Когда мы вышли с этого визита, буквально в 50 метрах от нас, с соседнего дома, выпал мужчина с 12 этажа. И вот так вот поехали на одну смерть. В итоге получились две. Автомобиль оснащен всем необходимым. Это наш кардиограф. Который нам необходим. Кислородный баллон. Реанимационная сумка. В ней находятся клинки, трубки для проведения интубации. И подключается потом к аппарату. Первый день проходит в общем-то в штатном режиме. Просто, чтобы все новое. Знакомимся друг с другом. Сейчас уже 3 часа дня, 4 час. Мы уже сделали 6 визитов. Конечно, по-разному бывает. Бывают дни поспокойнее. 4-5 за смену. Но бывают дни такие более горячие. 9-10-12 за смену. За сутки может быть их и до 17-20. Когда большой наплыв визитов и бригады заняты, визиты менее срочные, они могут быть в ожидании находиться 30 минут, 40 минут, иногда по часу, если это такое что-то не очень сложное. Люди не всегда это понимают. Не всегда пропускают машину. Приходится сигналить. Отныне жителям Лошадцы и Чижовки не придется ждать скорую из другого конца города. Новая 11-я по счету подстанция позволит в разы сократить время прибытия к пациенту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова